всем привет привет сегодня покажем вам видео в котором расскажем о курсах от фундации да конечно мы хотели сделать его после того как пройдем все этапы полностью но во первых сообразили что оставшиеся этапы носит уже ну как бы завершающий характер ну позже я объясню это а во вторых мы вот тут выкладывали ролик о том как катались во врослав там мы встретились с виталием мирошниченко и общались с ним так вот в результатом нашего общения стало видео на его канале с которого прилетела куча вопросов по теме бухгалтерских курсов от фундации само интервью вы можете посмотреть на его канале по ссылке которую я оставлю в описании также советую подписаться на его канал виталий проводит интервью с интересными людьми которые решили переехать в польшу и обустраивать здесь свою жизнь по-нормальному также скажу что видео с его канала очень помогло нам при переезде когда мы еще были в москве были подписчиками наверное одними из первых его канала и так ссылки на его канал и социальные сети смотрите в описании очень рекомендую теперь вернемся к первому пункту и поясню почему мы не стали дожидаться прохождения нами всех этих этапов курса все просто ольга прошла только часть предстоит стажировка получение свидетельства и трудоустройства и по этой части мы готовы осветить решили не ждать окончания стажировки а это три месяца извините и факты получения свидетельства после окончания стажировки лучше мы потом сделаем видео о ходе прохождения этой стажировки и похвастаемся полученным свидетельством итак что касается меня то я нахожусь только в самом начале пути да и никто не задавал вопросов по выбранной мной специальности напомню она называется медиа в социальных сетях итак приступим самостоятельно об этих курсах наверное можно узнать если постоянно сидеть в интернете и копать копать нам информацию дала наша знакомая светлана за что мы очень благодарны она выслала вот такую листовочку на сайте указанном в листовке вот это ознакомились с предполагаем для обучения специальностям и расценками после того как в полициальной школе убрали из обучения программ по подготовке бухгалтеров а меня интересует это направление я начала искать информацию о бухгалтерских курсах вне программы косинуса в других полициальных школах ситуация аналогичная бухгалтера вывели из состава обучения в интернете можно найти курсы они есть на платной основе все онлайн практически потому что время такое курсы мы раньше были платные но евросоюз начал вкладывать деньги в это направление теперь это превратилось в программу под названием запроектуй себя построй себя сам кроме обучения по специальности программа входит общение с консультантом который может выбрать подходящую специальность и сформировать резюме cv по польски общение с психологом занятие по адаптации работы в команде обязательная медкомиссия помощь в поиске места прохождения стажировки и помощи с трудоустройством предоставляют учебные материалы выплачивают стипендию из расчета 6900 в час и оплачивают стажировку саму как таковой около тысячи в месяц за учеников оплачивают страховые взносы социальное и медицинское страхование поэтому как было считается что мы застрахованы здесь и можем пользоваться бесплатно этой медициной курсы рассчитаны на взрослое население безработных проживающих варшаве наверное мы огорчим тех кто хотел бы подавать документы дистанционно вы должны лично явиться в офис для подписания договора а также постоянно находиться в варшаве для проходения обучения участие в этом проекте абсолютно бесплатная проводится только на польском языке и не на английском не на русском не на украинском только на польском также мы расстроим и тех кто трудится в польше по договору или получает какой-либо доход выше 650 злотых в месяц который декларируется в польше по другим городам мы вам не подскажем насчет таких фундаций но скорее всего подобные программы есть и там удочку мы вам дали и уверен что вы рыбу сами наладите после того как мы уточнили всю информацию позвонили записались на собеседование в офис через неделю получили уведомление смс о времени нашего визита и перечень документов которые требовалось с собой захватить для заключения договора на обучение необходимо предоставить следующие документы паспорт затем справку из уз об отсутствии расчетов по взносам заработной платы форму этой справки пани из офиса отправила нам на электронную почту также номер песель и номер банковской карты затем для того чтобы подтвердить что вы проживаете в варшаве нужно предоставить документы о аренде жилья там наверное право собственности ну что у вас есть и вот назначенные даты назначенному времени мы собрали все документы посетили зуз будем пробовать получать справочку может он туда но вперед взяли из узуса справочки причем совсем разного содержания где нам выдали необходимые справки и покатили на великах на улицу пшебышевский был фундация располагается в тихом красивом районе варшаве старые беляны оказавшись по адресу мы легко нашли требующееся помещение где нас любезно встретили предложили чай кофе и приступили к общению пани рассказала нам о деталях проекта и дала заполнить бланки и договора на польском языке дали документ для ознакомления подписания и формуляж формуляжек уверенности в том что мы досконально все поймем не было и поэтому нам разрешили забрать эти документы с собой для изучения мы эти документы уперли с собой в спокойных домашних условиях ознакомились более детально с со всеми пунктами что было непонятно спросили у знакомых которые лучше знают польский язык ну и соответственно поставили свои автографы и отвезли обратно в фундацию там их приняли и оформили нас соответствующие учебные группы и сказали ожидать зеленого свистка началу занятий после нашего собеседования в течение но по моему двух там были трех дней мы пообщались по телефону с консультантом и психологом милые приятные люди общались с нами и несмотря на слабые знания нами языка помогли составить психологическую карту и резюме тиви примерно через пару месяцев ожидания начала занятий это наконец-то свершилась мы получили электронные письма ответом на которые мы должны были подтвердить свое участие в программе и приводились примерные даты начала занятий после этого прошло еще примерно пару недель и ольга получила письмо о необходимости приехать в офис фундации и забрать материалы для обучения печатные и вот мы опять на великах велянове где получили целый рюкзачок печатных шитых материалов также предупредили нас что в условиях пандемии занятия будут проводиться онлайн я к сожалению не приглашение материалов пока не получил до сих пор скорее всего занятия начинают проводить только после того как полностью комплектуется группа по определенной специальности ну и судя по длительному моему ожиданию никто особо не хочет учиться фотошопа и медиа в социальных сетях так как хотят учиться бухгалтерскому делу кстати бухгалтерия на данных курсах делится на два направления бухгалтерский учет и отдельно зарплатой кадры совместить обучение по двум направлениям нельзя либо ту либо это и после обучения одному на второе не запишут ну а если только поискать аналогичную фундацию и наконец-то наступил долгожданный день начала занятий занятия проходили в режиме онлайн с 9 утра до пол третьего с тремя короткими перерывами 5 дней в неделю с понедельника по пятницу группа состояла из 10 человек судя по именам 50 процентов кольки шесть дней мы занимались налогами остальные дни бух учета разбирали и в том числе на конкретных примерах основные налоги на определением налоговых доходов и расходов даты принятия к учету также разбирали план счетов аналитику счетов проведение хозяйственных операций расчет себестоимости финансовые результаты начисления налогов закрытие периода но все знают бухгалтеры чем мы занимаемся заполняли налоговую декларации бухгалтерскую отчетность учебные материалы по каждой теме содержит задачи для практического выполнения также в электронном видео получали дополнительную информацию по темам преподаватели подробно объясняли материал простыми словами на простом польском языке по итогу могу сказать что если вы не имеете никакого отношения по этому направлению вас плохой язык понять бухучет больше будет очень сложно даже на русском языке просто курсы просто курсы с нуля будет непонятно другим словами те курсы скорее для людей знакомых с бухгалтерией имеющий опыт работы по специальности по окончании обучения сдали экзамен в виде теста около 15 вопросов экзамен надо пройти за строго отведенное время и правильно ответить набрав в общей сложности не менее 60 баллов там ответы неравноценные имит больную систему через неделю пришло сообщение о ее успешной сдаче ну ожидая начал занятий я тоже не скучал примерно через неделю после сдачи бухгалтерский экзамен фургий из участников то лишь из нас была сформирована группа для проведения тренинга с психологом по теме компетенции социальной и межличностной где в интересной форме рассматривались вопросы взаимодействия в коллективе проводились различные тесты и задания по этим тем к началу тренинга мы получили на домашний адрес две посылки в которых содержались печатные материалы к тренингам к тренингу этому пардона ручки блокнотики для записей и флешки этот подход нас поразил до глубины души ну и приятным бонусом было зачисление к этому времени стипендии ольги на карту за пройденное обучение а дальше мне пришли письма из фундации с тремя адресами для проведения собеседования на прохождении стажировки дата и время для каждого из них были уже назначены так мы составим все графики проехали на велосипедах по этим адресам очень разные компании разные направления в учета однако понравилось во всех трех потому что интересно в учете все опять же несмотря на недостаток практике общения на языке собеседование прошли удачные и их результаты были направлены фундации вот вчера то есть по прошествии двух недель не позвонили из фундации назначили место проведение стажировки это место находится недалеко от дом буквально в 30 минутах ездили на велосипеде вместе с этим прислали на электронную почту направление на медицинскую комиссию дополнительно уточнили что комиссии естественно бесплатно и если кто-то потребует оплаты да немедленно сообщить об этом фундацию так что собираюсь на комиссию из ноября месяца начинается стажировка то есть последний этап прохождение программы но это уже другая тема для ролика который мы будем снимать так как вы уже не хотите ждать три месяца чтобы получать информацию за такой большой период и так подведем итог мы обратились фундацию в конце в конце апреля до обучение и подготовительные мероприятия к стажировке закончились в конце октября то есть в ноябре стажировку ольги начинается включая время ну всяких там ожиданий и пауз и перерывов ну вот да все неспешно то есть основной этап продолжался 6 месяцев а включая стажировку и получение свидетельства будут и все 9 вот я единственный что и так и не понял когда дадут свидетельство то есть во время стажировки до стажировки после стажировки но без разницы его они еще уточняли личные данные для составления свидетельства кстати да и еще хотелось бы добавить то что вот да есть такие вот эти программы то что все хорошо все учат все платят все материалы высылают устраивают на практику но ходят такие служки то что вот эти программы будут идти не бесконечно ибо евросоюз выделил на это деньги и вот ну как бы они могут подойти к концу так что у кого есть в планах воспользовался весьма всем то я буду на вашем месте не тянул то есть есть такой план которая рассчитана определенное количество времени и бюджет ну естественно социальное не социальное что там конкретно вот этот конкретно проект был вроде как на пять лет и 5 лет когда заканчивается в следующем году через два года нам не известно но они ограничены в общем поспешать да а за сим хотим поблагодарить вас за просмотр надеемся на то что основные вопросы мы ответили ну а если что то все таки какие то вопросы появятся или захочется пообщаться пишите под видео и на канале телеграм он есть в описании ну а также подписывайтесь на виталика желаю всем здоровья новых знаний новых впечатлений и достижений всем пока пока и Продолжение следует...